Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Страшная авария произошла накануне в Алтайском крае. ДТП унесло жизни пятерых человек. Четыре страны открыты для туризма, но хотят ли русские именно туда? От дома культура осталась только культура. В Быстроистокском районе просят помощи для важного ремонта. Пятеро погибших в результате аварии этой ночью в Рубцовском районе. По предварительной версии краевой автоинспекции, причиной трагедии стал выезд на встречку. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался в сторону Барнаула. В районе станции Мамонтово выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Рено». Все находящиеся в легковой машине – трое мужчины и две женщины – скончались на месте. Водитель грузовика также пострадал, но госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП. Не хотелось бы сглазить, но второй день подряд в Алтайском крае нет летальных исходов среди пациентов, которые лечатся от коронавируса. Напомним, всего за несколько месяцев скончались уже 275 жителей региона с диагнозом COVID-19. А всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 10 711 случаев заражения. За прошедшие сутки выявлено 88 новых инфицированных. На данный момент среди ковидных пациентов 114 находятся в тяжелом состоянии. На аппарате ИВЛ – 34 человека. Виктор Томенко дал поручение готовить к открытию бассейна и наполнять спортивные трибуны. Такое решение глава региона принял после того, как на спортообъектах после смягчения ограничений не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Уже начинаются некоторые соревнования, например, ну в том числе тот же футбол под открытым небом, там или кто-то начнутся и хоккейные, тут уже игры и другие игровые виды. Где мы соревнования разрешили, но без зрителей. Ну может быть зрителей тоже какую-то часть от свободных сидений или мест для зрителей, например, процентов 25 или хоть 10, ну хоть как-то, чтобы можно было этот вопрос пошагово регулировать. Кроме того, на совещании обсудили и будущее фитнес-спорта. К этой теме обещали вернуться в конце недели. Возможно, нагрузку фитнес-залов увеличат с 25 до 50 процентов. Рассудок включился. Каменские депутаты на очередной, внеочередной сессии сегодня положили конец анархии в муниципалитете, продлив полномочия исполняющей обязанности главы района Евгения Гордиенко. Этот вопрос, собственно, был главным на этой сессии, так как 17 дней район был без руководства. Сегодня народные избранники собрались и даже показали хорошую явку. Моя коллега Валентина Аскирова как раз работает в Камне-Наби. Она пообщалась с очевидцем истории, журналистом Каменских известий Максимом Паньковым. Высшее руководящее лицо городу и району просто необходимо. Во-первых, даже для того, чтобы объявить конкурс на выборы главы уже на постоянной основе, нужна подпись высшего руководящего лица. Это во-первых. Во-вторых, на носу у нас учебный год, на носу отопительный сезон. Тем удивительно, что полномочия продлили только до 4 сентября. А Евгения Гордиенко осознает, что 4 сентября она может сложить полномочия окончательно? Ей могут их не продлить, да, например, если депутаты снова не соберутся. Если проголосуют против, я думаю, что это все осознают и все осознают абсурдность этой ситуации. Почему она сложилась? У нас сложилось очень странное противостояние между представительной властью и исполнительной. Вообще, в идеале, она и должно быть противостоянием между двумя этими ветвями власти. Но только в том моменте, когда идет речь о политике, а не о политиканстве, как у нас. Возможно, депутаты таким образом встают в позу политическую. То есть хотят показать, кто главнее. У нас традиционно в Каменском районе и в Камне-на-Аби власть всегда исполнительная на силу такой авторитарный характер. А сейчас, не знаю, может быть, почувствовали силу именно представительного органа. И играют мускулами, показывают, кто здесь главный. Вы сказали, что народ-то, собственно, за Евгению Гордиенко. Как вы думаете, почему депутаты против? Сейчас такая ситуация сложилась, что симпатии на стороне исполнительной власти в любом случае. То есть депутаты себя показали не всегда с корректной стороны в решении острых вопросов политических. И занимаясь вот этим перетягиванием одеяла, они игнорируют какие-то острые социальные вопросы. Народ это видит. И, наверное, на вот этом конфликте, конечно, тогда симпатии оказываются на стороне Гордиенко. Кстати, моя коллега сама убедилась, что большинство жителей района действительно на стороне Евгении Гордиенко. Конкретные заслуги Евгении люди не смогли перечислить, но были рады ее продлению. Умная, только так вот. И вот такая внимательная, хорошая. Я бы тоже, чтобы за нее было. А управленец хороший? Управленец? Ну, ей не дают работать никак. Умительная, дороги строятся. Удовлетворена ее организацией, всех дел в городе. Поэтому я считаю, что правильное решение принято. Да, положительно. Нормально. Ты сработал. Мне как-то все равно уже стало. Жизнь как-то в одной паре. Ни лучше, ни хуже. Ни от кого лучше нету. Уже завтра в Турцию летит первый чартерный рейс из Новосибирска. Такой информацией с нами поделились представители региональной ассоциации туризма. После Центральной России это ближайший город, откуда можно вылететь за границу. Насколько сейчас востребован международный туризм? И есть ли шанс в этом году отдохнуть в пока закрытых Таиланде и Вьетнаме, которые сибиряки так любят? Узнаем у Татьяны Голубевой. Она сейчас присоединяется ко мне в студию. Татьяна, здравствуйте. Здравствуй, Ира. Ну, сейчас обо всем расскажу и тебе, и нашим зрителям тоже. Но об этом чуть-чуть попозже, в смысле о Вьетнаме и Таиланде. А пока о международных направлениях. Турция, Англия, Танзания, точнее остров Занзибар. И совсем недавно Швейцария, где сначала вас ждет две недели самоизоляции. В общем, не разбежишься. К тому же в Турцию чартеры из Сибири пока не летали. Завтра первый, дай бог не последний. Через Москву, Питер и Ростов-на-Дону, а только эти аэропорты были открыты, лететь желают немногие. Дороже и тяжелее, особенно с детьми. Сказали, что большой ажиотаж, я бы не сказал. В принципе, люди звонят, переспрашиваются, задают много вопросов, потому что на самом деле все равно здесь еще боязнь заразиться все равно. Но те, кто готовы ехать, в принципе, пока только приспрашиваются. Ну вот на сентябрь уже там есть несколько заявок, но собираются вроде. Вроде это ключевое слово, как я поняла, но некоторые все же улетели и сейчас наслаждаются морем. Одна из барнаульских туристок уверяет, что все меры безопасности в связи с пандемией, конкретно в их отеле, соблюдают. На территории отеля масочный режим введен частично, то есть маски требуют надевать только при входе в ресторан. Также немного видоизменен шведский стол, то есть все находится за стеклом и подается персоналам в спецодежде. Так что поправиться там в этом году землякам не грозит. А если вдруг заболеть коронавирусом, отдельный номер вашей семье выделят в том же отеле. В больнице будут лечить только если болеть будете тяжело, но за счет медстраховки. Что касается других открытых для посещения стран, поехать в Танзанию желающие в нашем регионе может быть и есть, но турагентства о них не знают. В Англии, рассказали нам, визы оформляют, но туда в основном едут учиться школьники и студенты. О перспективах международного туризма на осень-зиму 2020-го руководители наших местных агентств не очень желают говорить, просто потому что сказать почти нечего. Очень хотелось бы, чтобы открылся Вьетнам, и мы очень ждали этого направления. Сами видим, пока восыны не там. Ряд стран уже объявили о том, что, я говорю конкретно про Индонезию, что до Китайского Нового Года они туристов из-за рубежа не ждут, развивают внутренний туризм. Этим сейчас занимаются и в Таиланде, так что, скорее всего, осень-зима 2020 в России пройдут под лозунгом «Да здравствует туризм внутренний». Как показала практика, большинство жителей центрального региона, той же самой Москвы, отправились покорять малые города нашей Родины. Очень много людей поехало по Золотому кольцу, в различные… в Уфу, в Казань. У них был тоже приток туристов. Жителям нашего региона в осенне-зимнее время туроператоры рекомендуют выбирать между Белокурихой, Горным Алтаем и курортами Краснодарского края, где и морским воздухом подышать можно, и на горных лыжах покататься. Собственно, альтернатива вряд ли нынче появится. Почему горожане платят за мусор бизнесменов? Причина проста. Многие предприниматели не заключили договор на вывоз отходов, просто выбрасывают их в любые контейнеры, а выглядит все, будто жители какого-то дома или улицы стали выбрасывать больше мусора, за что им повышают тариф. Как выйти из ситуации, почему хитрость бизнесменов бьет не только по карманам барнаульцев, но и по бюджету города, узнаете в следующем сюжете. Вот бизнесмен разгружает мусор в контейнер, который установлен для жителей частного сектора. Вальяжно заполняет почти до краев. Его не смущает, что водитель мусоровоза фиксирует нарушение закона на камеру. Выбрасывать мусор магазины и предприятия должны в свои контейнеры, после того, как заключат договор. Тех, кто этого не делает, периодически ждут на рейдах. Вот потенциальный нарушитель. Как раз на таких вместительных авто они обычно подъезжают, чем себя и выдают. Но, конечно, поговорить представитель бизнеса отказался. Стой, постой! По что я говорю, не выезжай! Я тебя застряли! Оставленный мусор говорит сам за себя. Коробки из-под куриных тушек, значит, это, вероятно, мясной магазин. А вот представитель аптечного бизнеса. Здесь уже безошибочно. На коробках все явки. Юрлицо, адрес, фамилии. И, конечно, кладезь информации, чеки. Данной контейнерной площадки данного контрагента нет. Был произведен выгрузка отходов, которые, скорее всего, не соответствуют. Это, возможно, юридическое лицо, которое не заключило договорные отношения с региональным оператором, что является нарушением законодательства Российской Федерации в области с обращением с отходом. Данные отправят в Министерство природных ресурсов и экологии, чтобы там уже составили административный протокол, и предприниматель заплатил штраф. А пока за юридических лиц будут платить жители частного сектора Барнаула. Ведь эта контейнерная площадка рассчитана на физических лиц. Рассчитан на них и тариф, исходя из норм накопления отходов. Получается, везут мусор бизнесмены, а выглядит все так, будто выбрасывать больше стали жители частных домов. Значит, им могут повысить тариф. Кроме того, ухищение коммерсантов – это лишние расходы и для города. В администрации города приходится осуществлять дополнительный вывоз твердых коммунальных отходов и зачистку по контейнерных площадок, потому что на сегодняшний день определенные нормы для населения происходят переполнения за счет того, что юридические лица у нас пользуются данными контейнерными площадками. Деньги уходят на ликвидацию вот таких свалок, которые иногда образуются благодаря находчивости предпринимателей. Ведь неучтенный мусор сюда везут и везут. Как только перестанут, платить меньше будут и администрация города, и его жители. Андрей Дреер, Николай Шелко. День с толком. Алтайский край стал лидером в Сибири под темпом роста ипотеки на новостройки в первом полугодии. Такие данные приводит Центробанк. Между тем, покупатели отмечают дефицит готового жилья на первичном рынке. Как быть людям, у которых нет возможности приобрести квартиры на этапе строительства? Есть ли альтернатива для них, расскажут мои коллеги. От последствий пандемии ипотека восстанавливается быстрее других сегментов розничного кредитования. Причин тому две. Во-первых, появление госпрограммы с льготной ставкой 6,5%. Этот проект поддержал и заемщиков, и застройщиков. Во-вторых, снижение общих ставок позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. По итогам первого полугодия текущего года у нас в регионе выросло количество ипотек, которые мы внесли в реестр. Что касается льготной ипотеки, если в мае были внесены записи о 62 таких льготных ипотеках, то уже на 1 августа больше тысячи. При этом хочу сказать, что самая первая льготная ипотека в стране, она была зарегистрирована именно в Алтайском крае с участием банка ВТБ. Жители края активно раскупают как новое жилье, так и квартиры вторичного рынка. Подтверждают это и представители крупнейших банков. За 7 месяцев мы увеличили на 70% объем выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых факторов, поддержавших спрос на жилищное кредитование в период пандемии, стала программа ипотеки с господдержкой. Кроме того, с 5 августа ВТБ снизило ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на половину процентного пункта. Сейчас ставки по собственным ипотечным программам банка максимально приближены к основным параметрам жилотной ипотеки. И покупка жилья доступна значительному числу у жителей края. В банке отмечают, что несмотря на летний период, когда традиционно наблюдается затишье, на жилищном рынке уже в первые дни после снижения ставок число полученных заявок возросло на 15% по сравнению со средними значениями июля. Конечно, сейчас своя квартира – это очень хорошо. Очень рады тому, что мы приобрели свою квартиру, потому что мы уже будем, ну, как считаться, наверное, полноценной семьей, что отдельно жить будем. Только в ВТБ ежедневно обращаются больше 4,5 тысяч потенциальных заемщиков. Пониженные ставки – мощный стимул к решению своих жилищных вопросов здесь и сейчас. Елена Кузовкина, Илья Халяпин. День с толком. Крупный дом культуры в Быстроисокском районе скоро могут закрыть. Полуразрушенное здание требует срочного восстановления. Но чтобы попасть в программу капремонта, местные жители должны вложить крупную сумму, которая для села неподъемна. Требуется помощь всех неравнодушных. А что осталось? Вот, смотрите, несколько осталось. Для жителей Хлеборобного уже несколько лет. Культура – этот вокальный коллектив. Дома культуры почти нет. Дух творчества выветривается сквозь щели в потолке и стенах. Только ради артистов жители на свой страх и риск до последнего приходили в полуразрушенное здание, собирая шлаг. Вот такое вот все протекает. Но здесь еще не так сильно, да? Здесь еще не так сильно. Я вам сейчас покажу такие места. За 44 года ни одного капремонта. Внутри этот дом скорее без культуре. А это лишь первый этаж. На второй даже не поднимаются. Это место законсервировано 4 года. Мы сюда поднимаемся от случая к случаю. Вот такое. Это у нас второй этаж. Раньше на втором этаже, там была библиотека. Сейчас она у нас в другом месте. Здесь вот все. Все течет. Прежде в огромном ДК проводили кружки, собирали районные мероприятия. Особенно, когда в ближайших селах Смоленское и Первомайское свои домокультуры закрыли. Выжил только этот, но уже со своими достопримечательностями, свисающими с потолка сталактитами. Здесь была музыкальная комната когда-то. На это место без слез не взглянешь. Проливные дожди, оголили бетонные плиты. Пол ходит ходуном. Повсюду плесень, сырость и грибок. Некогда самый крупный культурный центр для двух сел превращается постепенно в руины. Неутешительную оценку дал и проектировщик. Он сказал, господи, да вы что, вам тут надо от земли до крыши все это переделывать. Поэтому единственная программа, которой мы можем, наверное, надеяться хотя бы на то, что нам когда-то поступят сюда деньги, это краевая адресная инвестиционная программа. Нам предложили это в проект составить и попробовать вступить в эту программу. Вы уже составили проект? Пока нет. Потому что стоимость проектной документации 300 тысяч. Это минимум. 80 тысяч рублей обещал дать местный предприниматель. Но большая часть суммы ляжет на самих жителей. Для них, уверена глава поселка, 220 тысяч. Деньги неподъемные. Нам бы очень хотелось, чтобы наш дом культуры процветал. Ну пусть, ну не надо, хоть какую-то копеечку нам дали бы или как-то на ремонт или что-то, на реконструкцию. Но мы без этого же не можем. Мы у нас и люди, мы не можем, и люди не могут. Мы идем по деревне, нас и спрашивают, а когда концерт будет? Когда будет концерт, а еще кружки. Люди говорят, сейчас детям кроме стадиона ходить некуда. Село начинает пустеть. В школе просто сидим дома, нам некуда выйти. В школе особо таких мероприятий нет, потому что нет преподавателей. И сюда не приведешь, кто с ними заниматься здесь будет. А тем более сырозушцы. Мне кажется, вот прям если клуб сделать нам, у нас даже село, оно как-то вот, ну, оживет. Больше оживет. Все-таки и молодежи будет больше оставаться. Мы очень в этом заинтересованы. Иного помещения у нас нет. Вот реально нет. Вот. И мы вот прям, помогите нам, пожалуйста, в этом вопросе. 300 тысяч рублей селу нужно собрать до октября. И собрать нужно. Еще одну зиму клуб может не пережить. В Хлеборобном уже установили коробки для пожертвований. Собирают всем миром. Администрация пытается привлечь районных предпринимателей. Помочь можете и вы. По сильной суммой для Дома культуры. Никита Армаков, Илья Халяпин. День с толком. Накануне в мире отметили День бездомных животных. Обычно в этот день, в том числе и в нашем регионе, проводят благотворительные акции, концерты, аукционы. И напоминают о том, что каждый из нас может сделать чью-то жизнь счастливее. Только в Барнаульском приюте Ласка находятся около тысячи кошек и собак, которые ждут своих хозяев. Во всем регионе их намного больше. Кстати, День бездомных животных – это еще и повод помочь самим приютам, которые заботятся о четвероногих. Часто в приютах растут долги. Не хватает корма, лекарств, врачей и волонтеров. Напоминаем, что телефон нашей редакции 205545. Я на этом с вами прощаюсь. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.